Это итоги недели. В студии Максим Гембель. Здравствуйте! А вот заголовки этих уходящих 7 дней. Упрощенное строительство, фейковый билет и акционная карта. Торговые сети продлевают 10% скидку на социально значимые товары до конца года. Кому положен бонус? На контроле президента Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Бобруйск. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Как это было? Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Прекрасное сердцебиение, хорошее. В Беларуси отмечают День медицинского работника, где время измеряют в жизнях. Выйти сухим из воды. Что за это административная ответственность несется, знаете? Правоохранители проводят рейды на несанкционированных пляжах. Гусиный лук – одно из самых опасных мест. Кто в ответе за беспечность? Первый звонок. Школы и гимназии начали принимать заявления на поступление детей в начальные классы. В этом году мы планируем принять около 9-10 первых классов. У кого преимущества? Экстремальная жара, массовые протесты и глобальный вирус. ВОЗ считает лето фактором риска для распространения оспы обезьян. Сколько заразившихся? Президент с рабочей поездкой посетил Бобруйс-Агромаш. Борт номер один приземлился в нашем городе в пятницу утром. Александр Лукашенко лично познакомился с производством аграрного бренда. На рынке сельскохозяйственной техники предприятие работает с 1974-го. Подробности визита с пометкой «Важны» далее. Бобруйс-Агромаш – первый пункт рабочей поездки президента. Предприятие – одно из ведущих в СНГ по производству сельхозтехники. И с недавних пор лауреат специальной премии правительства в области качества продукции. В линейке больше 80 наименований экспорт 76%. Показатели хорошие, но и это не предел. Александр Лукашенко интересуется, как выполняется программа по импортозамещению. Глава государства уверен, нынешнее время – это настоящий шанс. Не воспользоваться им и просто не можем. Еще одна важная тема – география экспорта. И здесь перед промышленной отраслью стоит задача нарастить поставки. Речь не только о России. Развивать отношения необходимо с дружественными странами. Российское направление закреплено за премьер-министром. Китай за вице-премьером Стопкова. Индийское, почему я посла принимал, за министром иностранных дел. Будем локализоваться там. Ну индусы – это же давние наши люди, Советский Союз создательный сотрудничал. Тогда Россия, Китай, Индия – слушали, что нам еще надо. На Бобруйск-Агромаше присутствуют и руководители крупных республиканских предприятий. Каждый рассказывает о проделанной работе. Да, санкции оставили определенные негативные отпечатки, но и дали импульс развитию собственных разработок. И как отмечает президент, если Минпром выдержит, то и сторона будет работать. Нам надо задействовать производство, которое сейчас не очень работает. Надо пристегнуть. Вот такие предприятия, их же много, их надо загрузить, чтобы они делали вам комплектующие. Второй пункт в программе визита – Белшина. Если говорить о положении дел на предприятии, то здесь показатели впечатляющие. Сейчас производственные мощности загружены на 100%. В ассортименте более 350 моделей шин. Удовлетворяют здесь потребности не только внутреннего рынка, но и России, и Казахстана. Программой развития до 2030 года предусмотрена постановка на производство 108 моделей новых шин. В том числе в этом году мы планируем освоить производство 17 новых моделей шин. Разговор предсказуемо выходит далеко за рамки одного конкретного предприятия. Минимизация последствий санкций, развитие концерна «Белнефтехим», реализация инвестпроекта по производству цельнометаллокордных шин, тем о которых докладывают главы государства. После официальной части, по традиции, общения с работниками, конфликт на Украине уже давно не сходит с заголовков мировых информагентств. У президента интересуются, как дальше будут развиваться события. Что касается прогноза, никто не знает, подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится. Даже я рискну сказать, никто не знает, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить, ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день, в ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности. Все только начинается. То, что происходит в Украине, это начало. Это один из элементов крупных передела мира. Поэтому, как будут развиваться события, тяжелый случай. Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И знаете, трещать будут, прежде всего, небольшие и средние государства, такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся, их тоже будут крошить. Глава государства убежден, Беларуси не нужно втягиваться в украинский конфликт. Спрашивают белорусского лидера и о прессинге со стороны Запада. Президент уверен, у нас есть все, чтобы выдержать давление. Специалисты, технологии, руководители. Белшина, МТЗ, МАЗ, БелАЗ и прочее. Мы для них конкуренты. Мы путаемся у них под ногами. Поэтому одна из причин давления на нас, права человека и прочее, это все выдумка, это лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Но мы высокотехнологичная, образованная нация. И мы способны конкурировать. И мы будем конкурировать. Затрагивают также тему наследия Великой Победы. В этом вопросе Александр Лукашенко категоричен. Мы ее никому не отдадим. Касаются в разговоре и демографической ситуации в Беларуси. Президент уверен, страна будет цветущей, если в каждой семье вырастет хотя бы по пять детей. Даже глава государства вообще всегда дает полные, развернутые, четкие ответы. Приятно слушать. Поэтому я получил огромное удовольствие, что поприсутствовал и сумел задать свой вопрос. Александр Григорьевич успокоил, утешил в какой-то степени. Большое ему за это спасибо. Долгих лет ему жизни, здоровья. Пускай Господь хранит такого замечательного человека. Глава государства обращает внимание на факты бесхозяйственности, которые выявил Комитет госконтроля. Они касаются ряда городских объектов и социальной инфраструктуры. В частности, общежитий, в которых нужно навести порядок. Губернатору поставлена задача исправить ситуацию до 1 января. Также Александр Лукашенко дает поручение по строительству жилья в регионах. Наше производство – рядом жилье. Все льготы с Минска. Мы же сокращаем в Минске строительство жилья. Перенесите ему Гомельскую, Витебскую область. Пусть они там ставят какой-то завод по производству автобусов, к примеру. А рядом жилье. И на тех условиях, что в Минске. И тогда мы быстро решим вопрос переноса строительства жилья из Минска в регион. Лейтмотив визита – работа по импортозамещению. Такую задачу глава государства поставил перед предприятиями задолго до санкционных блокад. И сделано немало. Главное – производить то, что интересно партнерам, и при этом обеспечивать себя. Ведь белорусы многое умеют делать сами. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. Новый указ, очередная схема и отечественный фастфуд. Белорусские картофель фри будут поставлять в Россию, кто еще заинтересован в продукте. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Президент подписал указ, согласно которому упрощается порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных сооружений. Эти объекты можно будет построить без получения разрешений, разработки проектной документации и последующей приемки их в эксплуатацию. Постановление вступает в силу через 6 месяцев после опубликования. Торговые сети продлевают 10-процентную скидку на социально значимые товары до конца года. Инициативу поддержали 17 компаний. Приобрести дешевле мясо, хлеб, молоко и овощи могут пенсионеры. Нагодетные и течий доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума. Белорусские картофель фри будут поставлять в Россию. Заключены контракты с тремя фирмами. Спрос на продукцию отечественного фастфуда заметно вырос после введения ограничительных мер по импорту и усложнение логистических цепочек. Сейчас также ведутся переговоры с предприятиями быстрого питания Казахстана и Узбекистана. Новый вид мошенничества набирает обороты в интернете. На этот раз через кинотеатр. Один из вариантов – девушки под предлогом знакомства пишут в соцсетях и зовут на фильм. Присылают фейковую ссылку на оплату билетов. Самый надежный способ не попасть на удочку – купить квитки в кассах заведений. Белавиа ввела онлайн-платежи по картам мира. Главный плюс в том, что если наши банки отключат АСВИФТ, кредиткой все равно можно будет пользоваться как в Беларуси, так и в других странах. Пассажирам сейчас также доступны системы ВИЗА, Мастеркард и Белкард. Спасать, лечить, дарить надежду. Сегодня в Беларуси отмечают День медицинского работника. Квалифицированную помощь в нашей стране оказывают почти две тысячи организаций. Врачи готовы прийти на выручку, где бы их пациент не находился. Ольга Васинда, а те, кто сопровождают нас от рождения до самого конца. Ирина Подубная каждый рабочий день в ожидании чуда. Заведует родовым отделением вот уже 16 лет. За плечами акушера-гинеколога четверть века стажа. На контроле специалиста сразу несколько жизней – мамы и малыша. КТГ, пульс и давление – все должно быть в норме. Прекрасное сердцебиение, хорошее. В 2020-м медику присвоили звание «Врач года». С Бобруйским роддомом у Ирины Владимировны особая связь. Сама здесь родилась. Тут же на свет появился и ее сын. Доктор Подубная затрудняется назвать точное количество крох, которых приняла за столько лет. Но каждый раз говорит – трогательный, как первый. Так же было и с Тимуром. Именно так назвали очередного малыша. Вес – 3720, рост – 53 сантиметра. Мы каждый день видим рождение новой жизни. Это настолько всегда впечатляет. Когда вы сейчас услышите крик ребенка в соседнем роддзале, вы сами почувствуете эти эмоции. А какие эмоции испытывает мама или отец, когда он присутствует на родах, так это вообще ничем не сравнимо. 30 лет медицине посвятила и Инна Писецкая. Доктор прошла путь от терапевта до главного врача. Шестой поликлиникой руководит вот уже 7 лет. В ее подчинении 180 специалистов. Учреждение обслуживает свыше 30 тысяч человек. Самое главное, отмечает Инна Николаевна, есть, было и будет здоровье пациентов. Коллектив замечательный. Все у нас хорошие специалисты, хорошие люди. Поэтому таким коллективом управлять достаточно комфортно, хорошо, потому что они знают свою работу, они ценят свою работу и они на своем месте все. На неделе свой праздник отметили и тем, без кого не смогут справиться даже самые опытные медики – доноры. В числе и тех, кто помогает спасать жизни других. И Владимир Гацко. Группа крови третья положительная. Дело добро. Уверен депутат Палаты представителей просто. На всеобщий призыв парламентарий откликнулся и в сложный для всей страны период. Сдавал антиковидную плазму для здоровья других. Когда стал студентом-медиком и осознавать, насколько важна кровь, насколько цена человеческая жизнь. И безусловно, я отождествляю, что донорство – это помощь, это важно. Это один из элементов национальной безопасности страны. Больница имени Марзона – один из главных потребителей донорской крови в городе. Переливается тут около 3000 доз эритроцитов, 1300 свежезамороженной плазмы и порядка 600 тромбоцитов в год. На счету сотни спасенных жизней. Мы очень нуждаемся в привлечении к донорству молодых, здоровых родственникам наших пациентов. Очень большое количество лиц преклонного возраста, которые поступают к нам с тяжелыми аннеями, различные этиологии, различные причины, которые нуждаются в донорском даре. Среди добровольцев здесь свыше 50 специалистов. В случае, когда пациенты получают кровь тех, кто их лечит, уже привычное дело. Такие моменты, отмечают медики, что-то большее, чем просто работа. Особо радует та ситуация, когда после сдачи крови приходишь на работу, означаешь препараты компонентов крови и видишь значительную положительную динамику после их назначения, после их введения. Для тех, кто ежедневно спасает жизни, звучат слова признания от руководства области и города. В зале 40 человек. Заведующие, врачи, фельдшеры и медсестры. Им вручают почетные грамоты и цветы. Но, как отмечают сами специалисты, самая ценная награда – это хэппиэнд в анамнезе. Мы приступили уже к лечению пациентов кардиохирургического профиля, которые нуждались в малых инвазивных вмешательствах, эндоваскулярных. У нас уже при поражении сердца, при инфарктах миокарда, при других поражениях мы можем применять малоинвазивные методы. Медицинскую помощь в городе оказывают порядка 50 учреждений. В сфере здравоохранения трудится 6 тысяч человек. В арсенале 20 межрайонных центров, которые работают на 5 прилегающих районов. На неделе Минздрав объявил и о повышении зарплаты. Это коснется абсолютно всех специалистов. Но кого-то в большей мере, кого-то в меньшей. Сейчас акценты в Беларуси делают на развитие плановой помощи и диспансеризацию. Врачи готовы прийти на выручку, где бы их пациент ни находился. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. Проверка на прочность. В стране продолжается централизованное тестирование. Позади белорусские, русские и обществоведение. Будущие студенты, напомним, обязаны прибыть в пункт проведения ЦТ не позднее, чем за 30 минут до начала. При себе необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность и черную гелевую ручку. На самом испытании решать задание лучше по порядку, чтобы не сбиться при переносе ответов в бланк. У нас очень хорошие ответственные организаторы и организаторы в аудиториях. Поэтому, если какие-то вопросы и возникают, то они устраняются сразу же, буквально сиюминутно. И многие ребята прошли уже репетиционное тестирование. Пункты разместились на базе учреждения образования. В этом году на тестирование записалось почти 62 тысячи человек. Если абитуриент не попал на ЦТ по уважительной причине, он имеет право сдать его в резервный день. 12, 14 или 16 июля. Следующее испытание по математике намечено на 21 и 22 июня. Золотая молодежь. В 2022 школу с отличием в Абруйске окончили 50 выпускников. Среди медалистов и те, кто зачислен лучшего у страны без экзаменов. Секрет успеха отмечает вундеркинде прост. Дисциплина, усердие и тяга к знаниям. Каково это учиться на дне десятки? Узнаем прямо сейчас. На данной точке находится город Минск. Здесь вспоминается наша страна. Она находится в пределах западноевропейской и равнины. Павел Василевский мечтает объехать все уголки Синеокой. Изучать страны, делать метеорологические прогнозы, выдвигать и проверять гипотезы. Пока остальные сдают ЦТ. Будущий географ в предвкушении учебы в лучшем белорусском вузе. В БГУ его зачислили без экзаменов за победу в Республиканской Олимпиаде. Специальность – геоинформационные системы. Это люди, которые занимаются переносом данных из, так сказать, бумаги в цифровое пространство. И это все будет неразрывно связано с географией. То есть любые статистические данные, навигаторы, карты, неразрывная связь с нашим ГИСМЕТИО. Невероятное оборудование, невероятные перспективы. Я бы хотел в этом развиваться. Потому что есть, ну не то чтобы талант, есть просто желание, есть что-то получается. Вот если что-то у человека получается, я считаю, то надо это пробовать и развивать в себе. Школу с золотой медалью окончила и Виолетта Ермолович. К поступлению в лингвистический выпускница второй гимназии готовится более чем ответственно. Штудирует литературу по английскому и русскому. Средний балл 9,9. До десятки не дотянули только математика и физика. Добиться такого успеха мне в первую очередь помог мой дедушка, потому что он когда-то мне сказал то, что я получу золотую медаль. Но на тот момент я еще этому не верила. И в итоге так получилось. Я просто верила в себя, шла вперед. Меня поддерживали мои родители, друзья. И я просто пыталась добиться эту цель. У меня все получилось. Преступление и наказание. Анна Каренина, война и мир, мастер и Маргарита. И капитанская дочка. Обсуждать персонажей классиков Дарья Савков кажется готова вечность. В аттестате выпускницы 27-й школы 10 баллов не только по русской литературе. Других отметок там просто-напросто нет. Изучать с легкостью любой предмет, уверена, девушка позволяет исключительно тяга к знаниям. Мне кажется, совсем недавно мы фотографировались на 1 сентября. Все только начиналось. И просто очень быстро все пролетело. В этот год особенно. Точно знаю, что буду связывать будущее с языками, наверное. Языки, история, общество, ведение. Золотую медаль присваивают ученикам, у которых за 10-й и 11-й класс отметки по всем предметам не ниже девятки. Исключение физкультура, допризывная и медицинская подготовка, плюс примерное поведение. А экзамены должны быть сданы на 9-10. В 2022-м школу с отличием в Бобруйске окончили 50 вундеркиндов. В масштабах области 377. Ольга Вассенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Не успели школы проводить выпускников, как сортовал прием документов в первые классы. Сразу принимаются дети, которые проживают в микрорайоне, закрепленном за учебным заведением, до 15 августа. Комиссия работает с утра до вечера с перерывом на обед. В этом году мы планируем принять около 9-10 первых классов. На сегодняшний день подали заявление в первый класс около 20% наших будущих первоклассников. При приеме документов мы делаем акцент на то, чтобы лето было безопасным. Поэтому вместе с перечнем принадлежностей для первого класса мы вручаем родителям и памятки о правилах безопасного поведения детей. Стандартный пакет документов. Медицинская справка, карта прививок, копия свидетельства о рождении, а еще паспорт одного из законных представителей. Заявление заполняется на месте. На сайте каждого учреждения специальный раздел для родителей со всей информацией. Графиком работы приемных комиссий, списком улиц, которые входят в состав микрорайона и требованиями образовательного процесса. А теперь к шокирующим новостям. За неделю в Беларуси утонули 29 человек. Только за прошлые выходные 13. Трагедия случилась и в Бобруйске погиб пенсионер. Особое внимание правоохранители уделяют несанкционированным пляжам и нетрезвым отдыхающим. Закупание в запрещенных местах штраф о цене беспечности далее. Во вторник днем в трех метрах от берега Березины на комбинатской сотрудники освода обнаружили тело мужчины. Это первая жертва купального сезона в Бобруйске. Несанкционированные пляжи взяли под особый контроль. Что за это административная ответственность несется, знаете? А что вы делали? Мы вот сухие сезоны. Вы купались? Да. Акватории в запрещенных местах не обследованы. Здесь не проводится очистка, скорость течения не соответствует мерам безопасности. Зачастую на дне можно наблюдать резкие уклоны, коряги и осколки стекла. Поле зрения правоохранителей – несовершеннолетние и нетрезвые отдыхающие. Именно последние тонут один за одним. Выйти сухим из воды не получится. Чаще всего в местах массового отдыха граждан происходят такие нарушения, как купание в местах запрещенных, которые влечет наложение административной ответственности от одной до трех базовых величин, распитие спиртных напитков или пива, которое влечет наложение административной ответственности до восьми базовых величин, а также нарушение правил остановки стоянки транспортных средств, которое влечет административную ответственность в размере одной базовой величины. К купальному сезону в городе подготовили четыре пляжа. Центральный в Переберезинском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория «Шинник». Здесь взяты пробы воды, оборудованы раздевалки, душевые и туалеты. Есть питьевые фонтанчики, летнее кафе. Работает прокат шезлонгов и зонтиков. Но главное – дежурят спасатели. Здесь мне понравилась удобность с ребенком, потому что пляж неглубокий и очень удобно отдыхать. Нередко трагедией заканчивается и купание с надувными матрасами. Особенно это опасно в запрещенных местах и для тех, кто не умеет плавать. Достаточно даже слабого ветра, небольшого течения и отдыхающего уносит на дальние расстояния. Гусиный лук – одно из самых опасных мест. Здесь вода унесла уже несколько десятков жизней. Вначале тут мелко, потом идет скат. Неопытного пловца может унести на глубину до трех метров. Только за неделю в Беларуси утонули 29 человек. За прошлые выходные – 13. Первый день лета – минус 42 жизни. Среди погибших – три ребенка. Всему виной – беспечность. Помните, вода может сыграть злую шутку даже с неплохими пловцами. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Ягод, как ягодки. Прилавки рынков усыпаны сезонными лакомствами. Твар на любой вкус и кошелек. Клубнику покупателям предлагают белорусскую. Цена за кило – от 12 рублей. Второе место у черешни. Здесь же богатый выбор персиков, абрикосов, кружки и яблок. За ингредиентами к смузи отправилась Карина Гуревич. Фрукты на завтрак, обед и ужин – такой рацион выбирают многие в жаркий сезон. Рынки превращаются в рай для сладкоежек. Замену конфетам и выпечки здесь можно найти на любой цвет и вкус. Большинство прилавков усыпаны белорусской клубникой – бобруйской, брецкой и любаньской. Минимальная цена за килограмм – 12 рублей. Второе место у черешни. Сейчас идет сезон экзотики. Сейчас удар идет у покупателей именно на черешню. Нектарин, ну черешня, конечно, сейчас пероечек. Черешня бомбическая, просто феерическая у меня. Бобруйск ягоды привозят из Молдовы и Узбекистана. Самые дешевые обойдутся в 12,50. Варианты подороже доходят до 18 за кило. Рядом груши от 5 рублей. Персики по 12, инжирные по 17,50. Абрикосы – 12,5. Зато грушевые яблоки можно приобрести всего за три. Тут же виноград, апельсины, бананы. Однако лучше отдать предпочтение сезонным фруктам. Пока белорусские арбузы зреют на местных полях, здесь уже можно найти иранские. Средний вес – 6-7 килограмм. Цена за один – 4 рубля. Такой обойдется в 25. О пользе фруктов и ягод спорить не стоит. Клубника полезна для зрения и памяти. Богата антиоксидантами. Вещества уберегают организм от преждевременного старения. Черешня и вовсе содержит половину алфавита. Всего 100 грамм. Покрывают 20% суточной потребности витамини С. Клетчатка помогает пищеварению, а калий укрепляет сердечную мышцу. В этом году успели что-то купить, попробовать? Черешню. И как? Ну, замечательно. После зимы особенно. Очень вкусно. А вообще много фруктов и ягод покупаете летом? Нет, покупаем нет. У нас просто своя клубника скоро будет. Поэтому ждем, пока своя созреет. Арбуз купил, клубнику купил, черешню покупаю. Все покупаю. Яблоки свои растут. Употребляю очень много и покупаю, чтобы дети кушали и мы кушали. Чтобы были все здоровые. Самая лучшая ягода, я считаю, что это голубика. Ну и земляника лесная, конечно. Персики покупаю, но только крымский персик. Клубника, черешня и абрикосы хороши в качестве перекуса. Но стоит быть осторожными. Они содержат большое количество органических кислот, которые раздражают стенки желудка. Это может не только усилить аппетит, но и вызвать боль. Также не нужно забывать про сахар. Здесь он не менее вреден, чем в конфетах. Самое главное – соблюдать баланс. Все-таки лето, пора смузи и ягодных десертов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Новая угроза – автономное управление и брошенный салат. В Британии некому убирать тонны урожая, как пытаются привлечь местных жителей. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Европа остается эпицентром вспышки Успы-обезьян за пределами Африки. В регионе уже выявлено более полутора тысяч заболевших. Это 85% от всех случаев в мире. Наступивший летний период с традиционными фестивалями и парадами может только усугубить ситуацию, считают ВОЗ. Напомним, вирусная инфекция чаще всего проявляется в виде сыпи и лихорадки. В столице Эквадора проходят массовые протесты из-за роста цен на топливо. Мирная демонстрация закончилась стычками с полицией. Все дело в растущей инфляции, безработице и бедности в нефтедобывающей южноамериканской стране. При этом беспорядки распространились и на другие регионы. Протестующие перекрыли дороги по меньшей мере в 10 из 24 провинций. На Европу надвигается экстремальная жара. Как минимум пять регионов в Испании пострадают больше всего. В некоторых местах столбик термометра поднимется до 43 градусов. Столь раннего прихода зноя страна не помнит с 1981. К тому же все большую тревогу вызывает и засуха. 35 французских департаментов уже ввели ограничения на использование воды. Тонны британского урожая идут на выброс. Уже второй год подряд здесь некому работать. Труженики из Восточной Европы, которые собирали салат латук до Брексита, не вернулись в страну. Главная проблема сейчас – условия труда. На них легко соглашались приезжие, но местных жителей они не устраивают. Тесла лидирует по авариям на автопилоте в США. За 10 месяцев зарегистрировано около 300 ДТП. Однако стоит учитывать процентное соотношение с другими производителями. У компании Илона Маска на дорогах около 830 тысяч техники. Плюс многие владельцы ценят автоматизированное управление. В случае ЧП оно может спасти жизнь. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.